Традиционные концерты на Старый Новый Год дал Дальневосточный симфонический оркестр. Со сцены филармонии два вечера подряд звучала музыка Микаэла Таривердиева. Публика также смогла услышать истории жизни композитора из уст его вдовы. Также по традиции новогодних концертов главный дирижер оркестра выступил в непривычном амплуа. Среди слушателей была и Анастасия Ясенецкая. Более ста песен и романцев, четыре балета, пять опер, симфония, несколько концертов для органа и струнных инструментов и 132 фильма. Микаэла Таривердиева знают и любят прежде всего как автора музыки для кино. «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы», «Король олень», мелодии из этих и других картин звучали в исполнении Дальневосточного симфонического оркестра на традиционных староновогодних концертах. Специальной гостьей и ведущей концерта встала вдова композитора Вера Таривердиева. Она также помогала в составлении программы и присутствовала на репетициях. «Для меня это важно, потому что я знаю эту музыку очень хорошо, и я делюсь со всеми нотами, и ноты есть в открытом доступе на сайте Микаэллёныча. И для меня важно, чтобы эта музыка звучала адекватно». К сожалению, не все задумки удалось реализовать так, как хотелось. Не хватило инструментов. «Хабаровск претендует на роль Дальневосточного Петербурга. Понимаете, и в оркестре, в симфоническом оркестре нет арфы, и партию арфы играют на синтезаторе. Это, конечно, что называется, вау». Но с одним из любимых инструментов самого Микаэла Таривердиева – роялем – все было в порядке. Кстати, партии клавишных для кино композитор всегда записывал сам, что было необычно для 60-70-х годов. Как и вообще появление сольных партий фортепиано в саундтреках. Они были настолько эмоциональны, что друг Таривердиева, Андрей Вознесенский, в одном из своих стихотворений назвал их «паническим пианино». Микаэл Таривердиев также старался всегда присутствовать на съемках фильмов, а зачастую сочинял музыку прямо на площадке. А однажды он даже вызвался толкать операторскую тележку, чтобы она двигалась в ритме мелодии, которая звучала в голове композитора. Любил композитор экспериментировать с ансамблями. Собирал нестандартные по тем временам составы. На концерте в филармонии тоже без экспериментов не обошлось. Дирижер Антон Шабуров ненадолго сменил палочку на гитару. Также в концерте приняли участие руководитель Хабаровского танго-оркестра аккордеонист Александр Веретейников и солист Хабаровского музыкального театра Никита Туранов. Анастасия Ясенецкая, Константин Пестерев, телекомпания «Губерния». Продолжение следует...